Тема форума и выставки «Открытая инновация» в 2014 году — созидательное разрушение. Почему именно этот вопрос стал центральным сегодня? Я считаю, что тема форума выбрана крайне удачно, потому что созидательное разрушение — это известный термин, введенный в оборот известным ученым-экономистом Йозефом Петером, который является классиком теории инноваций. И эта категория, этот термин до сих пор современен, потому что созидательное разрушение является вытеснением старых технологий новыми, и именно на основе созидательных разрушений развиваются экономики всех стран. Известно, что компании, которые хотят доминировать на рынке, должны не просто получать конкурентные преимущества по своей продукции, они должны угадывать новые рынки и по сути их создавать. Именно тот, кто создает новые рынки, получает неоспоримые преимущества перед своими конкурентами. Особую роль в этом имеют малые и средние инновационные предприятия, потому что именно они являются драйверами всех разных индустриальных экономик мира. Именно они наиболее восприимчивы к инновациям. Именно в этих компаниях обкатываются новые технологии, которые потом берут к себе на вооружение уже крупные транснациональные корпорации. Фонд в течение более 20 лет имеет опыт поддержки таких компаний в России. Более 10 тысяч проектов мы поддержали. И могу с уверенностью сказать, что потенциал российских малых инновационных компаний очень высок. Они в состоянии конкурировать не только на внутреннем рынке, но и успешно продвигать свои продукты на внешние рынки. Поэтому мы считаем, что перспектива у российского малого инновационного бизнеса очень высокая. И думаю, что на этом форуме мы сможем в этом убедиться. А насколько важны мероприятия, подобные форуму, для реального экономического развития страны? В России проходит достаточно много известных инновационных форумов в различных регионах России. В Новосибирске, в Екатеринбурге, в Томске, в других регионах России. Форум «Открытые инновации» является, скажем, его неким акуфиозом. Это уже большая международная федеральная площадка. Нельзя сказать, что форум имеет непосредственное влияние на экономику. Хотя некоторые компании находят партнеров, заключают контракты. Но это немного другой формат форума. Задача форума — это создать серьезную международную коммуникационную площадку, где соберутся представители бизнеса, государства, научного сообщества, молодых инноваторов, инновационных компаний. И где они могут обсудить те проблемы, которые существуют сегодня в мире, в области развития инноваций, технологий. Определить те направления, куда нужно двигаться инновационному бизнесу. Понять те проблемы, которые есть, и как их решать. И поэтому, конечно, некий такой отложенный эффект существует на экономику каждой страны, в том числе, в первую очередь, России. В результате этого форума должны быть сформулированы определенные рекомендации, должны быть найдены решения на те вызовы и проблемы, которые существуют сегодня в глобальной мировой экономике, именно с точки зрения развития и влияния на нее инновационной деятельности. Какие встречи, темы и дискуссии на открытых инновациях в Москве будут самыми интересными для вас? На самом деле, все темы крайне интересны. Мы постараемся принять участие в обсуждении большинства вопросов. Хотя, конечно, ряд тем я должен отметить. В первую очередь, нас интересует вопрос взаимодействия различных российских институтов развития в части финансирования инновационных проектов на различных этапах их развития. Это так называемый инновационный лифт, который, мы считаем, в России сложился. Есть очень много примеров передачи проектов и компаний от одних институтов развития к другим и финансирования из различных источников этих проектов. Хотя, конечно, сказать, что этот лифт достиг совершенства нельзя. Очень много вопросов. Мы на самом начале пути хотелось бы обсудить, как мы могли бы в России существенно повысить эффективность финансовых вложений, в том числе со стороны государства, в инновационные проекты. Нас очень интересуют, конечно, региональные проблемы, потому что фонд является федеральной структурой, которая в первую очередь работает с региональными компаниями, то есть компаниями, которые находятся в регионах, решает в том числе проблемы регионов. И как взаимодействует региональная власть с инновационным бизнесом, с наукой, с университетами. Нас это очень интересует. Мы знаем, что в форуме будет принимать участие руководители многих регионов, и мы надеемся в таком содержательном диалоге обсудить те пути, которые мы можем наметить по улучшению инновационного климата в регионах Российской Федерации. Редактор субтитров А.Семкин